Когда ты ехал в сборную, волновался или ты такой человек? Ну, было небольшое волнение, просто когда ты не знаешь, что там тебя ждет, все новое, как бы так, немножко осторожно ко всему относишься, конечно, присутствует легкое волнение, когда ты приходишь в новый коллектив, но когда ты уже почувствуешь это на себе, все как бы успокаивается и становится все своим чередом. Ну, у кого-то, может быть, ты узнавал из тех, кто здесь уже был? Как там, какие-то были? Ну, нет, так, с Сергеем Терехом буквально так пару фраз там, как там, что там и все. Поэтому мне больше было интересно самому узнать, понять, познакомиться и так далее. Ну, несколько дней всего прошло, но тем не менее, как тебе атмосфера? Атмосфера приятная, конечно, приятно находиться среди лучших. Это сборная, это то, к чему ты стремишься, когда ты это получаешь, когда этот результат приходит, да, все-таки ты чувствуешь такое, все, что было сделано, это было не зря, это все выливается вот в такой результат, и это только дополняет к тебе больше сил, энергии, мотивации и так далее. С кем ты сейчас больше общаешься в команде здесь? Ну, здесь, конечно, с Андреем Остовым, да, давно не виделись, играли вместе раньше. Ну и, конечно, больше там, с Сергеем Терехом, одноклубник там, нет-нет, бывает, что-нибудь да спрошу у него. Много здесь новичков, все ли тебя сразу вот узнали, что ты, Кирилл Заик, всех ли ты сразу узнал или кого-то ты не знал? Ну, не знаю, как меня узнали или нет, конечно, я знаю всех ребят, играем в одном чемпионате, и плюс еще ранее, раньше следил, да, когда уже, когда еще не был сам на этом уровне, как бы за всеми следил, всех знаю, но, опять же, заочно все. Ну, приятно, конечно, познакомиться со всеми. А по питанию наверняка слышал, что Валерий Георгиевич Карпин там какие-то вещи запрещал. Уже столкнулся с этим? Ну, да, еще ранее слышал, что Георгиевич так очень профессионально относится к питанию, да, и футболистов заставляет, может, кто-то ранее с этим не сталкивался, но все же должны, все профессионалы, все должны за этим следить, но… Я как бы старался это делать, да, еще не попадя сюда, но, наверное, когда ты попадаешь в такую атмосферу, в такой коллектив, к профессионалам, ты, наверное, чуть-чуть потом изменяешь свое видение ко всему, то, что ты делал раньше и что надо делать. А что ты по тренировочному процессу можешь сказать уже? Что для меня, да, впервые была эта схема новая, да, в клубе я играю в одной схеме, там в пятерке, здесь в четверке, и чуть-чуть надо перестроиться, как бы узнать требования тренера, и тогда уже будет чуть попроще, наверное. Если бы тебе 3-4 года сказали, что ты будешь сейчас в сборной России, поверил бы в это? Ну, как бы супруга говорила, верила, и как бы спокойно относился, да, опять же, я не сказал бы там, да, хорошо, конечно. Все дело времени, все дело в работе над собой, и когда ты это получаешь, ты понимаешь, что это все реально. Цель была попасть в сборную России, попал, сейчас следующая цель какая, связанная со сборной? Не останавливаться на том, что есть, как бы продолжать на том же уровне, и даже не то, что продолжать, а надо улучшать это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова